Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. О миграционной политике и изменениях в сфере туризма, решении проблем дольщиков и поддержке наших бойцов в зоне специальной военной операции. Итоги послания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутатам Губернской думы и жителям региона. Вопрос-ответ в один клик. Как госпаблики помогают людям вновь поверить в себя, пережить тяжелый диагноз и решить самые актуальные вопросы, связанные с жизнью региона и большого города? Дотянуться до звезд и посмотреть на один из самых масштабных проектов этого года. В Самаре продолжается строительство планетария. Излюбленным местам отдыха для горожан особое внимание. Специалисты МЧС провели профилактический рейд на самарских пляжах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня выступил с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона. В своей речи отметил основные достижения в социально-экономической сфере и обозначил дальнейшие приоритетные цели и задачи для правительства области. Напомню, что с посланием губернатор обращается ежегодно. Каковы результаты работы за прошедший период? Расскажем в материале. Стратегия развития региона была написана пять лет назад. И хотя она была очень амбициозной, все намеченное удалось реализовать, отметил губернатор Дмитрий Азаров. За это время Самарская область поднялась на 56 рейтинговых позиций, открыто 101 новое производство, создано 48 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился в два раза. Поддерживается малый бизнес, из тени вышли 155 тысяч предпринимателей. В регионе создано три индустриальных парка в селе Преображенко, Чапаевске и Тольятти. Это более 700 тысяч рабочих мест. В условиях СВО экономика региона чувствует себя уверенно. Ни в один из периодов новейшей истории Самарской области не приходилось преодолевать столько экономических и социальных вызовов, решать столько задач, требующих полной самодачи и высочайшей организованности. Но мы справились. Справились сообща. Самарская область держит санкционный удар. Сегодня в ОПК трудятся десятки тысяч человек. Объем государственного заказа вырос более чем на 20%. Создаются новые кластеры. Суммарный объем инвестиций составляет 40 миллиардов рублей. В 2022 году мы удвоили свою выручку по сравнению с 2021 и 2020 годами. В этом году мы также планируем быть на уровне свыше 50 миллиардов рублей. Мы считаем, что это хороший уровень и будем за него держаться. И мы считаем, что вот та обстановка, которая сложилась в регионе за последние годы, она способствует увеличению наших объемов ГОС и способствует нашему, в том числе, технологическому развитию. Фактически это наша история за пять лет. Непростая история. На этот период пришелся и ковид, и беспрецедентные несправедливые санкции. Но, тем не менее, впечатляют некоторые показатели, особенно некоторые показатели, которые не могу не отметить. Например, индекс инвестиционной привлекательности вырос на 56 пунктов. То есть, это вот результаты команды губернатора и нашего правительства. Большая работа в регионе ведется по поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО. Губернатор подчеркнул, от исхода противостояния зависит будущее страны, детей и внуков. И даже сугубо мирные дела должны служить укреплению страны. Фронту нужны не только передовые технологии, но и сплоченность, поддержка. С начала военной операции в регионе собрано более 6 тысяч тонн гуманитарной помощи. Все это живое народное движение. И, пользуясь случаем, еще раз благодарю всех, кто по зову сердца участвует в нашей общей работе для поддержки наших воинов. Спасибо вам, дорогие земляки. Спасибо всем. В этом году, как и в прошлом, дети из ДНР и ЛНР отдохнут в загородных лагерях. В городе-побратиме Самары, Снежном, восстанавливаются объекты – больницы, школы – на сумму свыше миллиарда рублей. Наши воины, их близкие, должны чувствовать заботу окружающих. Разработан проект «Возвращение», чтобы бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, могли восстановиться. У них должны быть возможности для личностного роста. Я безумно рада, что мы живем в Самарской области. И мы ценим нашего губернатора. И его руководством нам не страшны никакие внешние угрозы, проблемы. Мы знаем, что мы обязательно справимся, потому что мы вместе. Комплексно выстраивается транспортная инфраструктура. В регионе построены два новых моста через реки Самара и Сок. Восемь многоуровневых развязок. Запланировано строительство автостанции. Строится станция метро «Театральная». Ведется работа с дольщиками. Осень 2017 года в этом зале, нашу первую встречу с обманутыми дольщиками, она продолжалась более девяти часов и была очень напряженной, эмоциональной. Эмоции у людей зашкаливали, и это объяснимо. А теперь могу отчитаться. Из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права дольщиков, проблема решена на 77 тяжелейших объектах. В регионе активно ведется работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, особенно в Самаре. Решаются вопросы расселения жителей из аварийного жилья. И мы видели какие-то серьезные цифры с каждым годом. Эти цифры прирастают. Искренне рада, что в расселение жителей из аварийного жилья Самара вносят свой существенный вклад. Мы стараемся не подвести губернатора в этом. И, конечно, тоже с каждым годом увеличиваем количество семей, получивших новое комфортабельное безопасное жилье. За пять лет количество домов, построенных в регионе и введенных в эксплуатацию, могут составить два города, таких как Сызрань. Облик жилых кварталов меняется. Новые набережные построены во всех городах на Волге. В Тольятти, Сызране, Октябрьске, Жигулевске. Обновлена очередь набережной в Самаре. Сейчас решается проблема неочищенных стоков. Активно идет перекладка сетей. Конечно, аварийность на теплосистемах, водосистемах резко снизилась. Мы это видим и по Самаре. Мы очень серьезный вклад делаем и в очистку сточных вод в рахах программы оздоровления Волги. В этом году у нас завершается работа на ГОКСе. Меры соцподдержки в регионе увеличились в три раза. Более чем в пять раз возросла сумма поддержки семей с детьми. Вырос объем средств на выплаты пожилым людям. Возведены 54 детских сада. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в садах на 100%. Сейчас работа в том же направлении ведется паятельным группам. Закуплено 188 новых школьных автобусов. Открытый центр цифрового образования для детей. Создан НОЦ. В его составе десятки вузов. Развивается система здравоохранения. В Самаре, Тольятти, Сызрани построены новые инфекционные отделения. Особое внимание областные власти уделяют медицинским учреждениям, расположенным в селе. Построены 6 ледовых арен, 18 спортивных комплексов. Модернизированы два театра. Строится здание театра «Грань». Президент Владимир Путин поставил задачу перед губернаторами выстроить технологические суверенитеты регионов. Самарская область приближается к этой цели. Крупные предприятия стали российскими. Автоваз увеличивает свою долю на рынке. В 63-й регион перенесено производство Веста из Ижевска. Развивается водородная энергетика, биомедицинские технологии. Внешний оборот Самарской области – более 8 миллиардов долларов. Задача добиться роста инвестиций на 77% по сравнению с 2022 годом. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Вопрос-ответ в один клик. Несколько лет назад Самарская область стала пилотным регионом, где ведомства и организации пришли на удобные для людей площадки – социальные сети. На сегодняшний день в нашем регионе создано почти 3000 страниц госучреждений ВКонтакте. Странички ведут в областном правительстве, администрации города, учреждениях здравоохранения, культуры и многих других подведомственных организациях. Как госпаблики помогают людям вновь поверить в себя, осознать, что тяжелый диагноз – не приговор, и помогают решать самые актуальные и наболевшие вопросы, связанные с жизнью региона и большого города. В репортаже Ольги Павловой. Этот человек не блогер, это не кино и нежелание стать популярным и заработать имя на многочисленных лайках в сети. То, что сейчас происходит на экране – связующее звено между пациентом и врачом. И тем и другим непросто, когда смысл жизни в самой жизни. Заведующая отделением ультразвуковой диагностики областного онкоцентра Ольга Облекова на связи с пациентами круглосуточно. Ультразвуковое исследование поверхностных структур практически не требует никакой подготовки. При обследовании молочных желез мы соблюдаем дни цикла у женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте. В стримах, проще говоря, прямых эфирах она отвечает на вопросы, которые пациенты напрямую практически никогда не задают. С учетом диагнозов так проще и легче. Отмечает начальник отдела по связям с общественностью областного онкоцентра Алена Гарина. Работать в онкоцентр она пришла в 17 лет сразу после школы. Колледж окончил экстерном, чтобы трудоустроиться в регистратуру. До сих пор вспоминает случай, который врезался в память навсегда. Через некоторое время я увидела молодого человека, моего ровесника, очень доброго, светлого, отзывчивого мальчика, который был пациентом онкодиспансера, но помогал, шутил, как-то всех подбадривал. Как оказалось, его родители и он сам достаточно поздно обнаружили какие-то тревожные симптомы. Когда они обратились к специалистам, было уже достаточно поздно. Через некоторое время молодого человека не стало. Мы ездили провожать его всем онкологическим диспансером. Но этот образ, его навсегда врезался в мою память. Эта история перевернула представление о том, как общаться с пациентами, делится Алена. Чтобы люди были осведомленными о заболевании, чтобы было меньше мифов, чтобы они не боялись просто сказать, мне больно или плохо, или психологически тяжело. Алену спустя некоторое время, следуя своему порыву помогать людям, перешла в отдел пиара и возглавила его. Так, у областного онкоцентра появился паблик ВКонтакте, который спустя годы набрал большое число подписчиков и стал востребованным. Не все вопросы успевают задать, не все вопросы возникают сразу. Уже через какое-то время появляется большое количество новых вопросов, которые требуют ответов. И не все могут приехать опять на очную консультацию к специалисту в силу различных причин. Поэтому, конечно же, очень удобно написать, задать интересующий вопрос в паблик учреждения, зная, что здесь опытные специалисты всегда ответят, подберут нужные слова. Официальная страничка онкоцентра появилась 10 лет назад, в 2013 году. Обычно критериями успешности считаются цифры, например, количество подписчиков. Но для онкоцентра, поясняют специалисты, этот показатель не является ключевым. Куда больше важна обратная связь между пациентом и врачом. Страницы, так называемые паблики в соцсетях, сегодня активно ведут органы власти и подведомственные учреждения. В Самарской области создано около 3000 страниц госучреждений ВКонтакте. Помочь новичкам, а также развивать компетенции профессионалов призван Центр управления регионом Самарской области. В прошлом году специалисты ЦУР провели 36 обучающих семинаров для администраторов госпабликов ВКонтакте. Секрет популярности госпабликов очень прост. Они приносят пользу жителям и оперативно решают их проблемы. Люди пишут комментарии в официальной группе муниципалитета. Вопрос через систему инцидент-менеджмент сразу направляется в работу исполнителем. Паблики, подключенные к системе ВК, имеют суммарный охват аудитории больше 2,5 миллионов пользователей. Самарская область действовала на опережение и уже получила 1210 меток госорганизации в социальной сети. Сотрудников госучреждений регулярно обучают правилам создания и оформления публикаций, учат налаживать коммуникации с пользователями и медиапланированию. Активно работает в госпабликах и администрация городского округа Самара. Это не только способствует привлечению заинтересованной аудитории, но и помогает своевременно реагировать на просьбы жителей города максимально оперативно решать самые актуальные и наболевшие вопросы. Пользу страничек органов власти и подведомственных учреждений в соцсетях отмечает у губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, формирование доверия между властью и обществом – одна из приоритетных задач. Госпаблики – это шаг к доверию. Мы стараемся работать так, чтобы деятельность администрации городского округа Самары, всех отраслевых департаментов, всех подведомственных учреждений была понятна для жителей Самары, чтобы все муниципальные услуги были доступны для жителей Самары, чтобы им было удобно получать их. Мы призываем всех жителей Самары подписываться на госпаблики Самары, добавлять себе в закладки, быть активными пользователями и читателями новостей госпабликов. Система госпабликов предполагает единый стиль – удобные кнопки, полную информацию о работе госорганов. Почти из трех тысяч госстраничек, зарегистрированных в нашем регионе, около 500 – паблики городской администрации. Это группы районов, департаментов школ, детских садов и других учреждений. Одной из главных задач таких страниц являются быстрые ответы на обращение жителей. Наполнение пабликов полезным контентом и оперативная связь с горожанами – одна из задач муниципального центра управления Самары. Это не только новости, это не только справочная информация о том, в какие часы или на каких условиях работает та или иная организация, с какими документами нужно прийти для получения той или иной услуги. Но это, конечно же, живая отработка сообщений, буквально в режиме онлайн. Одним словом, сделано все для того, чтобы реакция чиновника или работника муниципального учреждения была максимально быстрой. Таким образом, специфика и специализация учреждения, создающего госпаблики в сетях, не имеет значения. Полезными, яркими, а для кого-то любимыми становятся те страницы в социальных сетях, которые ведут специалисты, не только увлеченные своим делом, но и понимающие, что они делают это для людей. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Сезонные работы в рамках содержания территории обсудили сегодня на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, который провел первый вице-мэр Владимир Василенко. Среди актуальных задач – уход за газонами города. Из-за ранней весны и больших запасов воды в грунте трава начала быстро набирать высоту. Поэтому первый этап покоса стартовал в этом году раньше обычных сроков. На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. Владимир Василенко обратил внимание ответственных лиц на необходимость своевременно отработать оставшиеся участки. Районы Советский, Октябрьский, в данной ситуации Куйбышевский. Везде покос травы должен быть сегодня завершен. Начинают косить траву, когда ее высота достигает 15-20 сантиметров. В результате такой стрижки остается аккуратный газон высотой в 3-5 сантиметров. По косам муниципальные предприятия, подрядчики и другие обслуживающие организации планируют заниматься до первых заморозков, как правило, до октября. Также обсудили вопрос, связанный с продолжением аварийно-ямочного ремонта дорог местного значения. Такой, например, в ближайшее время запланировали на проспекте Кирова, на участке от заводского шоссе до Кировского моста. Соответствующее поручение дал первый вице-мэр. Мониторинг состояния уличнодорожной сети ведется непрерывно. Параллельно продолжается и масштабный ремонт на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улучшение транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и власти города. В этом году в регионе только по профильному нацпроекту запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью свыше 233 километров, включая 17 мостов. В том числе в Самаре обновят 42 участка. Порядка двух десятков из них подрядчики привели в порядок, 8 дорог сейчас в работе. В Самаре в рамках строительства станции метро «Театральная» продолжают переустраивать сети инженерного хозяйства. В историческом центре вскрыли дорожное полотно в районе площадки строительства со стороны перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. Здесь переукладывают две газовые магистрали. Эти трубопроводы разных диаметров 300 и 400 миллиметров рассчитаны на среднее и высокое давление при подаче. Специалисты работают на участке улицы Вилоновской от корпуса технического университета до угловой части площади Куйбышева. Газовые трубы будут пересекать тоннели метрополитена, поэтому при перекладке подрядчик позаботится о том, чтобы инженерные коммуникации были защищены специальными футлярами. Это необходимо, чтобы исключить влияние сетей на тоннели в случае аварийной ситуации. Продолжают работы те над сохранением объектов культурного наследия регионального значения. Напомню, что компенсационные меры нужны, чтобы защитить от подвижек и ненормативных осадок здания, попадающие в зону влияния метростроя. В частности, это старинные дома, расположенные на улицах Галактионовской 107 и Самарской 182. На второй площадке метростроя у перекрестка улиц Полевой и Новосадовой готовятся к установке башенных кранов и крана мостового типа. Они необходимы, чтобы в будущем специалисты собрали в этой зоне тоннели-проходческий комплекс, когда доставят его детали. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Появление станции Театральная позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру города, чему уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем с открытием станции Подземки жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. При увеличении пассажиропотока муниципальное предприятие Самарский метрополитен обеспечит сокращение интервала движения до 7-8 минут, в том числе за счет выпуска на линию большего количества поездов. Их капитальный ремонт продолжается в заводских условиях в Санкт-Петербурге. Я считаю, что метро необходимо в городе продлевать, потому что город растет, люди добираться из центра сюда очень трудно. Неудобства они везде есть, при любом строительстве. Хоть и метро, хоть и здание, их можно как-то немножко потерпеть, переезжать, зато будет метро. Добраться можно будет в любой конец города. 31 мая завершится Всероссийское голосование за благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Определятся территории, которые будут благоустроены уже в 2024-м. Парк на Воронежских озерах, победивший в прошлом году, в этом сезоне снова в числе лидеров. О том, какие работы уже проведены и над чем трудятся сейчас на территории этого общественного пространства, расскажет Галина Топилина. Валентина Гудалина и Ольга Феоктистова около 40 лет живут по соседству в доме у парка «Воронежские озера». Эту локацию они видели и помнят разной. Сейчас парк преображается. В прошлом году, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», реконструировали фонтан. В этом году ведутся работы на второй очереди парка вокруг храма. «Очень хороший парк нам сделали. Мы вечером выходим к фонтану, отдыхаем. Дети бегают с удовольствием, родители с ними гуляют. Зона очень хорошая». Такое внимание к парку и перемены в лучшую сторону – заслуга самих жителей, убеждена Ольга Феоктистова. «И в госуслугах, и где только возможно, мы за нашу территорию обязательно голосуем. И дети там приезжают, и мы их заставили тоже проголосовать. Мы всегда участвуем, потому что это наша жизнь, это жизнь наших детей, внуков. Голосование жителей имеет результат. И вот видите, его на лицо, как сказать, можно посмотреть. Поэтому призываем всех голосовать, участвовать в общественной жизни. И будет вам счастье, и будет вам красота в нашем городе». Работу по благоустройству второй очереди парка планируют завершить уже к концу лета. Уже сейчас здесь можно увидеть очертания будущей прогулочной зоны и новых клумб. Под землей проложены кабели уличного освещения. Техника насыпает грунт под новые зеленые насаждения. «Благодаря активным жителям парк Воронежские озера уже второй год подряд является одним из лидеров общественного голосования. На данный момент в парке сделан уже первый этап благоустройства, который включает в себя входную группу с Московского шоссе, а именно реконструкцию фонтана. Также на данный момент сейчас ведет благоустройство второго этапа парка Воронежский озер». По словам представителя подрядной организации, на сегодняшний день выполнено 30% от общего объема. Работы ведутся без выходных. «Благоустройство, которое включает в себя – это устройство газонов, замена газонов с автополивом, устройство пешеходных зон, устройство уличной мебели, современная система освещения общественной территории». В этом году парк на Воронежских озерах снова вошел в рейтинговое голосование за благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 31 мая на портале 63.городсреда.ру. Еще можно поучаствовать в жизни своего города и успеть оставить свой голос за один из 20 общественных пространств Самары. Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Высока роли самих жителей» в этом вопросе отмечает глава региона. «Благоустроенные города – это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными и для местного населения, и для туристов – такую задачу ставит перед органами власти губернатор Самарской области». Галина Топилина, Петр Паломеев, События. В городе продолжается строительство планетария. Он станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Сдать знаковый для города и региона объект планирует к концу 2024 года. Подробности в нашем следующем репортаже. «Отпускается каркас и бетонируется». Главный инженер проекта планетария Андрей Столяров на картах показывает масштаб строительства. Сейчас на стройплощадке идут работы по подготовке котлована глубиной 9 метров. Готовят каркасы для свай. Специалисты работают практически круглосуточно. «Лично для меня я такие объекты ни разу не строил. Конечно, интересен. По конструктивному, архитектурному он очень интересный. И для Самары все-таки значимый». Площадь планетария составит почти 6 тысяч квадратных метров. По замыслу авторов проектов, сложным по конфигурации здания будут два подземных и три надземных этажа. Аэроплощадка, чтобы наблюдать за звездным небом. Звездный зал под куполом сможет вместить 224 зрительских места. Там также в здании предусмотрен конференц-зал. Создание планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары и области. «Я считаю, что это очень важный момент, потому что в настоящее время является особенно актуальна подготовка ребят, школьников, студентов именно по техническим специальностям. Астрономия – это одна из тех наук, которая в настоящее время позволяет нам развивать и различные космические технологии, а также приближает детей, скажем так, сделает ближе к космосу». В этом году в Самаре прошел проектный семинар. В нем приняли участие сотрудники Московского планетария, иностранные специалисты, студенты. Они обсуждали различные инсталляции, предлагали идеи и их реализацию в Самарском планетарии. «Мы предложили одну из инсталляций – эволюция звезд. Это, на мой взгляд, очень важный аспект, который нужно изучать в астрономии. Он, в принципе, интересный, многим он интересен». Завершить строительство знакового для города и региона объекта планируют к концу 2024 года. После сдачи его в эксплуатацию будет восстановлена вся инфраструктура музейно-выставочного центра «Самара-космическая», частью которого станет планетарий. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. В эти дни во всем мире проходят недели борьбы с рассеянным склерозом. Чтобы привлечь большее внимание к проблеме этого заболевания, на Самарской набережной появился новый арт-объект. Организаторы назвали его «не просто куб». Трехметровое сооружение украсили оранжевыми лентами. Именно этот цвет является символикой рассеянного склероза. На лентах внутри и снаружи куба были написаны не просто слова, а то, что когда-то помогало людям пережить период постановки диагноза, обрести новые смыслы в жизни и узнать больше о том, что важно им и их близким. Многие довольно часто путают рассеянный склероз с возрастной забывчивостью, но на самом деле старт заболевания приходится на возраст от 20 до 45 лет. Отсутствие специфических симптомов затрудняет диагностику, а страх перед диагнозом, неосведомленность о возможностях терапии приводит к тому, что лечение откладывается, а заболевание прогрессирует. Одним из первых симптомов рассеянного склероза являются нечеткость зрения и боль в одном глазу. Их часто можно спутать с обычной усталостью или симптомами другой болезни. Постепенно к ним могут добавиться мышечная слабость или, наоборот, повышенный тонус, а не менее кожи лица, конечности и разных участков тела, выраженная усталость, нарушение мочеспускания, мелкой моторики и координация, неустойчивость при ходьбе. На более поздних этапах физические симптомы могут сопровождаться повышенной тревожностью и депрессией. Только в Самарской области с рассеянным склерозом живут более 2,5 тысяч человек. Благодаря возможностям современной инновационной терапии люди с данным заболеванием могут не просто жить, а жить полноценно. После постановки диагноза можно начать лечиться плодотворно. Сейчас молодежь лечит и успешно лечит. И они учатся, работают, рожают детей, выходят замуж и даже, наверное, уже и забывают про свое заболевание. Мы в данном случае не отстаем. Более 15 наименований сейчас лекарственных препаратов, которые зарегистрированы в Российской Федерации. И на данный момент при отсутствии противопоказаний мы можем помочь практически любому пациенту. Во вторник, 30 мая, в Самарской области объявили «желтый уровень опасности». По данным Приволжского гидрометцентра, до конца дня и вечером местами по региону сохранятся грозы. Главное управление МЧС по Самарской области рекомендует ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра, держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Жаркий май создает у жителей Самары ложное ощущение того, что вода в Волге уже достаточно прогрелась. Среди любителей пляжного отдыха немало тех, кто уже успел открыть купальный сезон. В рамках месячника по безопасности на водных объектах сотрудники МЧС совместно с Самарской областной общественной организацией по спасению на воде провели рейды на городских пляжах. Подробности расскажет Александр Гусева. Отдых на берегу Волги – любимое занятие самарцев в летний период. Из-за жаркой погоды некоторые горожане уже начали спускаться к пляжам. Специалисты утверждают, открывать купальный сезон пока рано. Температура воды в Волге еще прохладная. Кроме того, спасатели еще не развернули свои посты. И в случае непредвиденных ситуаций помощи ждать неоткуда. Чтобы предостереть жителей города, в рамках месячника по безопасности на водных объектах сотрудники МЧС совместно с Самарской областной общественной организацией по спасению на воде провели рейды на городских пляжах. Основная задача – предупредить отдыхающих о возможной опасности и напомнить правила поведения на водных объектах. После недолгой беседы каждому вручается памятка, где рассказывается, как оказать первую помощь. Есть три категории отдыхающих, которые несут риски. Первая категория – это люди, находящиеся в нетрезвом и наркотическом состоянии. Вторая группа риска – это категория родителей с детьми. То есть это еще раз я уточню, чтобы родители никогда не оставляли своих детей у воды одних. И третья группа риска – это люди пожилого возраста. В силу своего возрастных изменили чего-то. Чтобы уберечь себя от неприятных ситуаций, достаточно придерживаться нескольких правил. Находиться на солнце без головного убора небезопасно. Перед тем, как войти в воду, стоит сделать небольшую разминку. Тогда шанс внезапного сокращения мышц минимален. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо внимательно прислушиваться к собственному организму. Резкие перепады температур могут спровоцировать обострение хронических болезней. И, конечно же, купаться нужно только в тех зонах, где есть спасательные посты. Эти простые правила должны знать как взрослые, так и дети. Для того, чтобы обезопасить самых маленьких жителей города, сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия с детьми в летних спортивно-оздоровительных лагерях. Планируется очень много мероприятий на этот сезон летний. Детские строительные лагеря в большинстве своем открывают двери сезона. Это с 1 июня. То есть, порядка второй-пятый день заезда каждой смены постараемся проводить там профилактические мероприятия. В первую очередь, это те детские строительные лагеря, которые задекларировали, что у них есть пляж. Традиционно пляжный сезон будет открыт ближе к середине июня. Вода успеет прогресса до комфортной температуры, а пляжные зоны полностью обустроят для посетителей. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok